Сегодня 22 мая 2020 года, 58 день принудительной изоляции и плюс 6, 64 день. И плюс 6, 64 день работы на удалёнке в связи с тем, что 18 мая упал метеорит над Красноярском. Пролетел гравиболит Черняева, продолжу серию видео и расскажу про Сасовский, гравиболит Черняева. Да, и ещё где-то был, сейчас вспомню. Сасовский. Ладно, сегодня только про Сасовский. Остальные потом и механизм. Механизм, как такое может быть в конце серии, может 2-3 видео сделаем, а может нет. Так, сегодня произошло невозможное. Включили отопление. 6 мая выключили котёл, погасили. А сегодня, 22 мая, включили. Наверное, в связи с аномальной погодой в Москве и Московской области. Серьёзные проблемы начались у космических спутников, отвечающих за навигацию и телекоммуникации. Причина звучит тревожно. Резкое ослабление магнитного поля Земли. Обстановку осложняет ещё и то, что полюса планеты начали стремительно смещаться и, возможно, поменяются местами. О том, насколько опасна эта аномалия и к чему она может привести, в репортаже Александра Евстигнеева. Разгон от нуля до 100 километров всего за пару веков. Магнитные полюса Земли всё быстрее меняют своё местоположение. Раньше сдвигались на 50 километров в год, сейчас на 100 с лишним. Метеозависимые люди будут сильнее реагировать на магнитные бури. Жители даже центральной части России будут наблюдать красивейшее полярное сияние, как сейчас в Арктике. Но едва ли это застанут ныне живущее поколение? Процесс смены магнитных полюсов длительный сотни и даже тысячи лет. Мы будем следить за развитием событий. Александр Евстигнеев, Егор Бушуев, Анна Колк, Наталья Новгородова. Вести. Фонарик. Итак, сегодня 23 мая 2020 года. Опять выключили свет. Вот я два дня, день вчера, ночь, сегодня день, делал фильм про Сасовский взрыв. Всё было в памяти, почти закончил. Выключение света привело к, естественно, выключению компьютера и потере всей работы. Там особенность работы в том, что берётся большой фильм, просматривается, нарезаются кусочки, вырезаются цитаты, ну и тому подобное. Вот я подумал, почему я должен этот фильм делать. В принципе, я знаю всё, что я в этом фильме хочу рассказать. Что Гориболит Черняева это, но это не метеорит. Сасовский взрыв – это не взрыв селитры и не падение бомбы. В общем, надо заканчивать эту пропагандистскую деятельность. Я знаю, кому пора знать, сами узнают. А вот отвечать на комментарии в Ютубе какого-то идиота, который, может быть, хорошо учился в школе, в институте и знает всякие формулы. Почему я должен отвечать? Почему я должен тратить собственную жизнь на этих говорящих мартышек, дебилах? Дебил – это тот, которого мнение не совпадает с моим мнением. Всё, куда-нибудь-то и хватит. Дали свет. Наверное, сейчас уже ляжу спать, так как уже 24 мая настало. А завтра посмотрим, продолжу делать фильм или не продолжу. В общем, всё, компьютер потух. Сейчас включать его, не знаю, смысла нет. Опять включу, опять свет вырубят. Пишет. Обычная загрузка Windows. Безопасный режим, безопасный режим с загрузкой, безопасный режим с поддержкой чего-то там. В общем, Enter. Неколепно завершенная работа Windows. 24 мая утро. Похоже, продолжу я засорять интернет. Настоящий учёный, так как известный орган в цепочке пищеварения, который не может, чтобы не выводить продукты жизнедеятельности. Придётся объяснять дебилам, которые так и помрут, если я им не объясню. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...